Парад Победы будут транслировать в разных точках Москвы Юрий Гаврилов. Рисунок к статье. Для москвичей и гостей столицы, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, которые 9 мая не смогут попасть на военный парад, организованный на Красной площади в честь 70-летия Победы, надо устроить прямую трансляцию грандиозного армейского шоу. Такое предложение вчера на заседание Общественного совета преминобороны высказал глава ведомства Сергей Шойгу. Чтобы не омрачать фронтовикам и другим людям праздник, не заставлять их толпиться в центре города, военные готовы проработать все необходимые вопросы с московскими властями. По мнению Шойгу, в нескольких местах столицы можно установить большие экраны, поставить перед ними скамейки или стулья. Пусть народ оттуда смотрит парад и наслаждается. Ранее по теме военнослужащие почетного караула КНР примут участие в Параде Победы о том, что не всех ветеранов в День Победы пустят на гостевые трибуны, накануне сообщили некоторые СМИ. Министр призвал не спекулировать на этой теме. Он сказал, что разместить всех желающих нереально из-за ограниченных размеров Красной площади. И в такой ситуации прямая трансляция праздника на улицах города была бы хорошим выходом из положения. Тем более, что торжества 9 мая не ограничатся утренним проходом пеших колонн и боевой техники по кремлевской брусчатке, пролетом над центром столицы военных самолетов и вертолетов. Те, кто в этот день окажется в Москве, станут свидетелями множества интересных мероприятий. А фронтовиков окружат особой заботой, в том числе и врачебной. Вице-мэр столицы Леонид Печатников ранее сообщил, что ветеранов, приехавших в город без приглашения, будут встречать на московских вокзалах и бесплатно отправлять на автобусах в клинику респираторной реабилитации в Звенигороде. А тем, кто не нуждается в медицинской помощи, наверняка будет интересно посмотреть на современных солдат и новую технику российской армии. Интересные факты. Бессмертный полк пройдет по улицам Берлина. А сейчас участники юбилейного парада тренируются в подмосковном гарнизоне Алабина. Несколько лет назад там соорудили копию Красной площади, и военные пока осваивают премудрости торжественного марша на этой площадке. Первый замминистра обороны Аркадий Бахин напомнил, что, помимо Москвы, парады состоятся еще в 28 российских городах. В 40 населенных пунктах организуют торжественное прохождение войск и военной техники, а в пяти главных базах нашего ВМФ под праздничными флагами в море выстроятся боевые корабли. Торжества также запланированы на российских военных базах за рубежом. По словам Бахина, только к участию в военных парадах привлекут более 78 тысяч человек, в том числе 54 тысячи, от Минобороны. Наверняка порадует зрителей и обилие показанное на празднике техники и вооружения. Это свыше 1800 танков, боевых машин, комплексов и систем, а также 230 самолетов и вертолетов и более полусотни военных кораблей. Участниками праздника на главной площади Москвы должны стать и 1300 иностранных военных. Ожидается, что вместе с нашими солдатами и офицерами по Красной площади в День Победы промаршируют 16 зарубежных воинских подразделений, в том числе из СНГ и государств антигитлеровской коалиции. По состоянию на сегодняшний день подтвердили свое участие 10 стран, сказал Бахин. Субтитры создавал DimaTorzok